Мимо этой собаки трудно пройти равнодушным, ведь она, как две капли воды, героиня рекламы, которая в 90-е покорила половину россиян. Вот только челябинский двойник Чапи, Жанна, оказалась вовсе нежеланной соседкой. Ее хозяйке стали приходить вот такие недвусмысленные угрозы, а все из-за того, что собака совсем не может оставаться одна. Такие вопли соседям приходится слушать регулярно, и если их барабанные перепонки еще не лопнули, то терпение уже, похоже, приходит конец. Вот только что делать? По закону, собственник жилья имеет право шуметь до 11 вечера. Ситуация кажется почти безвыходной, но есть человек, который уверен в обратном. Знакомьтесь, Антуан Наджарян. Он называет себя собачьим психологом и уже доказал, что в этой профессии настоящий ас. Свои опыты общения с животными Антуан снимает на камеру, а затем выкладывает ролики в интернет. В комментариях происходящее называют не иначе, как чудом, ведь Антуан за несколько минут решает самые сложные собачьи проблемы. К примеру, Баффи, так же, как ирландский сетер Жанна, не мог оставаться дома один. Поднимал на уши всех соседей, но оказалось, исправить это совсем не сложно. Визуального контакта тоже не должно быть. Пусть. Вот сейчас идешь на него, кричать не нужно, просто идешь на него пальцем, пальцем вот так показываешь назад, вот так, чтобы он уходил. Вот сейчас превратилось все в игру. Вот смотри, давай я один раз. А сейчас давайте выйдем. Сейчас спокойно выходим. На него не смотрим, слов не делаем. По словам собачьего психолога, любой пес может спокойно переносить одиночество. Для этого владельцам стоит выполнять несколько рекомендаций. Приучить собаку соблюдать дистанцию с хозяином, когда оба находятся дома. Отучить пса провожать хозяина до дверей. Уходить только тогда, когда пес находится в спокойном состоянии. Придумать четвероногому занятие, когда он остается один. К примеру, можно дать ему мячик с лакомствами. Можно попробовать записать собственный голос на аудио и включать запись, когда в доме нет никого, кроме собаки. Впрочем, сам Антуан Наджарян уверен, лучше получить один урок вживую. Если кого-то хочешь помочь, не нужно жалеть. Жалость животные воспринимают как слабость. Слабая особь не может помочь преодолеть страх. Это может сделать только сильную особь. Понимаете? В Челябинске Антуану Наджаряну досталась беспородная клиентка. Эта собака в детстве получила серьезную травму. Теперь она живет в новой семье, но все еще боится громких звуков и новых людей. Все те места, которые являются для нее укрытием, нужно закрыть. Поймите одно. Каждый раз, когда она прячется, в ней закрепляется страх. В обычной ситуации, когда вы подходите и человек заходит, она убегает. Правильно. А сейчас постучаться в дверь. Можете? Постучите. Вот смотрите, я вместе с ней пройду. Вот так. Открою дверь. Она увидит, что пришла. Приходит человек. И я не убегаю. Вот так. Я могу проявить интерес, кто пришел, да? Но не буду убегать, поскольку этой возможности нет. И поскольку она остается здесь, она привыкает к тому, что приход человека – это нормально. Не нужно от этого бояться и убегать, прятаться. Еще проще. Антуан сладил с другим проблемным псом. Этот мопс ни минуты не мог усидеть на месте. Но в руках собачьего психолога успокоился за пару секунд. Чтобы он не тянул, нужно дать правильный ему сигнал. Вот смотрите. Кто ж там? И он перестал тянуть. Видите? Вот. Видите? Все. Понимаете, да, что происходит? Антон Наджарян уверен, любую собаку, вне зависимости от ее возраста или породы, можно научить по служанию. Правда, для этого придется стать хозяином. Не только на словах. Мария Панюшина, Андрей Винников, Павел Васильев. 74.ру. Продолжение следует.